Силы обороны Украины удерживают плацдарм на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщает генеральный штаб ВСУ. Мы остаёмся на позициях. Ураг понёс потери около трёх десятков убитых и раненых и вернулся на исходные позиции. Из сообщения Силы обороны Юга Украины в Телеграм. На Лиманском направлении украинские войска успешно отразили атаки россиян в районе Тернов. Противник также пытался совершать наступательные действия в районах Ивановского, Андреевки, Бердычей, Семёновки и Невельского Донецкой области. На Авдеевском направлении враг вынужден локализовать свои атаки. При этом, если мы уже давно привыкли, то им плевать на потери личного состава. То сейчас им уже и на потери техники плевать. Каждый день уничтожаем безумное количество и пехоты, и техники россиян. Максим Жорин, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады вооружённых сил Украины в Телеграм. Всего за сутки на передовой произошло 49 боевых столкновений. Так, на Херсонском направлении украинские защитники ликвидировали российский командно-наблюдательный пункт. А в районе Кременной очередную огнемётную систему «Санцепёк». Известно, что стоимость такого комплекса 15 миллионов долларов. Министерство обороны Украины опубликовало кадры уничтожения станции РЭБ армии РФ с помощью дрона. Также с помощью беспилотника ВСУ ликвидировали российскую машину судного дня. Редчайшая машина судного дня «Ладога» предназначена для перевозки командования в условиях ядерной войны. «Ладога» была создана во времена СССР на базе танка Т-80. Всего было произведено четыре «Ладоги», а единственная работоспособная машина была представлена в экспозиции выставочного центра в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области России. Похоже, именно этот единственный работоспособный экземпляр и был уничтожен. Александр Коваленко – военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» в Телеграм. Общие же потери российской армии с начала полномасштабного вторжения уже превысили 439 тысяч человек. За сутки были уничтожены 1030 военных, 9 боевых бронированных машин, 11 танков, 27 артиллерийских систем и десятки другой техники россиян.